Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007, и сегодня я хотел бы рассказать вам о нескольких совершенно безумных стратегиях, которые ворвались в мир Старкрафт 2 Legacy of the Void после выхода патча 3.8.0, в рамках которого был очень серьезно обновлен баланс мультиплеера, были добавлены некоторые обилки, возможности для разных юнитов всех трех рас, и прямо сейчас мы посмотрим на несколько интересных возможностей, которые позволили открыть совершенно новые тактические ходы в мире второго Старкрафта. Давайте начнем с расы протасов, с матча по СВП, где вроде бы в самом начале игры вообще ничто не угрожало вот этому милому красному зергу, который открылся через две хэтчери до пула на карте Эхо, и рассчитывал наверняка выйти в свою новенькую бафнутую гидру, а может быть и в Сурмхастов, а может быть и в Слонов с Брудлордами, но этим планом не суждено было сбыться. Все начиналось для зерга действительно здорово, завалил протасу второй газ, и вроде бы можно не бояться каких-то там технологий, протасу пришлось ставить второй газ на натурале, добывать его там, полетел зерк в разведку, увидел стандартный твайлайт, увидел, что скорее всего протас будет играть дебют через адептов, через три гитвы, в общем, ничего необычного на первый взгляд на карте не происходило. Но не тут-то было. Как вам вот это? У дарков после патча 3.8 StarCraft 2 Legacy of the Void появился очень интересный апгрейд, который по своему действию весьма напоминает блинг или телепортацию сталкеров. Выглядит немного по-другому, реализовывается тоже немного по-другому, ну и делается, разумеется, в здании Darkshine, которое и нужно для постройки этих юнитов. Исследуется этот апгрейд довольно долго, но, как вы понимаете, это не играет никакой роли, если использовать дарков по-настоящему эффективно, потому что, в принципе, эти ребята могут зажечь на любой стадии игры. Пока зерк развлекается в атаке, где дарки, кстати, тоже чудесно помогают отбиться, здесь дарки просто приходят и убивают локацию, ну, в этом нет ничего необычного, скажете вы, разумеется, у зерка просто не было справой колонии, и сделать это было совсем несложно. Разница заключается в том, что сейчас дарки в любой момент могут вот так вот спокойно ретироваться, варпризма всегда раскладывается на безопасном расстоянии от королев зерга, и более того, она отныне может позволить себе разложиться, потому что дарки все равно очень спокойно уйдут, и дарки, таким образом, не будут потеряны, а варпризма в это время может осуществлять до варп новых юнитов. Ну и, кроме того, безусловно, расстояние, с которого призма может подбирать дарков, теперь просто по-настоящему гигантское. Обратите внимание на эту справовую колонию. Ну, казалось бы, теперь-то зерк точно защитился от дарков, да, было дело, наглупил там, не сумел подготовиться к первым даркам, но сейчас со справовыми колониями все будет хорошо, наверняка подумала зерга. Но протас, во-первых, может теперь совершенно шикарно вот такой вот способ Хараса реализовывать, по шифт-клику убить хэтчери, через шифт нажать блинк домой, нажать дальше правой клавишей мыши в варпризму, и дарки последовательно убьют хэтчери, потом блинкнутся к призме, потом сядут в нее, все это совершенно без вашего участия. Но самое главное даже не это, самое главное вот что, отныне споровая колония абсолютно не помощник для зерга в обороне от дарков, потому что будет происходить следующее, дарки просто запрыгивают на эту справовую колонию, фокусят ее, и все, и у зерга нет детекции. Споровая колония теперь зергу не помощник, и как минимум на каждой локации нужно оставлять версира, на каждой локации нужно иметь воздушную детекцию, а версиры это юниты, которые выделяются по F2, значит теперь F2 не пообузишь. Ну, в общем, толком за зерга не поиграть. Вот так вот дарки блинкнулись и на натурал, убили спорку, убили лэйр, и это GG. Или даже не GG, а... Да, и еще раз, пожалуйста. Ну и в третий раз. Да, вот такие они дарки в современном ПВЗ после апгрейда на блинк. Но протасы далеко не единственная раса, которая получила кое-что действительно интересное в патче 3.8. Если говорить, что у протасов там новые интересные возможности, то что уж тогда нам рассказывать о зергах. О зергах, которые отныне могут строить совсем дешевых сформхостов, у которых нынче невероятно могущественная гидра, бейминги, получившие 10 дополнительных хитпоинтов, ну а самое главное... А сейчас вы видите что. Давайте посмотрим за этой игрой от лица терна. Ну, вот вроде бы все стандартно, вроде бы все хорошо. Единственное, что вот как-то там зерг подозрительно себя ведет. Что-то у него всего две базы, третья не была поставлена. Быстрый лэйр был, там 3-4 газ вовсюду бывает довольно быстро. Как-то это вот подозрительно посчитал Террен. Просканил, не увидел ничего, увидел, что пролетает Аверсир, подумал, черт подери. Ну, может быть это Нидос? Ну, вроде как Нидоса нигде нет. А может быть тогда это 2-х от Мута, надо бы поставить инженерку. И не надо, не надо спешить куда-то идти вперед, надо бы постоять сейчас дома, потому что вдруг зерг придет в какой-то мощной атакой. Давайте по туретке в каждой минеральной линии, а то Мута наверняка вот-вот прилетит. Ну, странно Мута не летит, давайте оставим одну минку в продакшене и, наверное, все-таки пойдем вперед, подумал Террен, потому что ну сколько ж можно уже сидеть дома, уже и так целая минута прошла, пока он здесь толпел со своими мариками и медиваками. Пора, пора, решил Террен, действительно, надо уже как-то оказывать давление на зерга, а то мало ли что там происходит, может быть это вообще какой-то быстрый хайвый слоны непонятный, не знаю, думаю, Террен. Заходит сейчас на крип, и вот тут мы попытаемся посмотреть на весь этот кошмар в замедленной съемке. Так, марики стоят на зелнаге и... Wait for it, wait for it... Опа-на! Откуда это взялось, просите вы, ведь на первый взгляд здесь были только королевы и зерлинги. И действительно, ведь инфесторы закопаны. Ведь отныне в патче 3.8.0 именно закопанные инфесторы могут бросать микоз, ну и заодно применить невральный паразит, если в этом есть необходимость. И теперь я предлагаю вам посмотреть на эту игру с самого начала, но уже обращая внимание на то, что происходило непосредственно на базе зерга, для того, чтобы вы увидели смысл этого билдбордера и могли отыграть нечто подобное. Давайте с самого начала, что у нас здесь есть? Да, абсолютно стандартный опенинг, хэтчри, газ, пул, делается апгрейд на скорость зерлингом, и первое отклонение начинается после того, как готова королева на мейне. Сразу по готовности этой королевы делается лейр, раскачивается экономика на первой и второй базе, третья при этом совершенно не ставится. Сразу по готовности лейра супербыстрый инфестейшн пит, примерно на тайминге 3.50, и кроме того, исследуется апгрейд на закопку, который обязательно нужен для этих инфесторов, ведь без грейда на закопку не будет эффекта неожиданности. Без грейда на закопку вы не сможете поймать первый выход соперника, а ведь именно это является наиболее важным моментом игры. От первого дропа 16 морпехов можно будет отбиться просто 5 королевами и большим количеством собак, ну а после этого в вашем распоряжении окажутся они. Грозная сила, которая способна очень быстро расправиться с плотными группами пехотинцев соперника. Вы видели, что обнаружить закопанных инфесторов крайне сложно, практически невозможно без скана, поэтому очень спокойно первыми инфесторами можно остановить выход соперника. Ну а дальше, например, отправиться в контратаку, да-да, разделить инфесторов, кто-то будет харасить на третьей базе, кто-то отправится на вторую локацию. И вот этой вот замечательной кампании инфесторов можно будет потом тоже кого-нибудь намекозить или набросать инфестор тернов. В любом случае терн не отделается легким испугом, и эффект неожиданности сработает на все 100, даже если армия соперника будет рядом. 15 потерянных рабочих это более чем серьезное преимущество, которое получает зерк на данной стадии игры. И все, что остается после этого, довести игру до победы, ведь дома вы должны были не терять времени даром. Делать апгрейды, переходить в хайв, ставить очень быстро ультралис каверн до 9 минуты. Делать адреналин, апгрейд на скорость бейлингом, добавлять дополнительных королев, и экономическое преимущество вам просто гарантировано, как и преимущество по технологиям. Самое сложное в такой ситуации это не забывать тратить свои ресурсы. Ну а этот момент был настолько вкусным, что я предлагаю пересмотреть его еще раз, и именно на нем закончить обзор нашей топ-2 креативной стратегии в рамках патча 3.8.0. Давайте еще раз посмотрим. Видите, инфестры отползли. Но сейчас было понятно, что сюда подойдет армия терна, инфестры подползают, и... Какой вкусный микоз! Желаю вам таких же вкусных, классных и веселых микозов. Но если вы думаете, что на этом все наши веселые стратегии закончились, то вы очень жестоко заблуждаетесь. Посмотрите, кто попался в наши капканы. Какой-то баркод с 6000 ммр. Сильный игрок, классный игрок. Вот давайте посмотрим, как сильный и классный игрок действует от первого лица в матчапе ТВТ. Разведывает рипером сейчас. Запрыгивает, видит двух риперов и гиллионов соперника. Так, все понятно, соперник играет агрессивно. Оупенинг был через газ до барака рипера гиллионы. Вполне вероятный переход в невидимую баньшу рассуждает наш баркод 6к ммр. Второй командный центр готов. Надо готовиться отбиваться к выходу соперника в лоб, потому что сейчас обязательно прилетят эти два рипера, сейчас приедут эти два гиллиона. Да, действительно, вот и они соперника оказывают очень серьезное давление. Уже в начале один морпек потерян. Это довольно неприятно. Надо бы ставить инженерку, потому что действительно совершенно не исключено скорое появление невидимой баньши. Так, мульцов кидаем. Делаем викинга. Дальше освобождаем тихлабу для того, чтобы перелететь туда старпортом и заказать Рэйвена. Ну, а с Фэктори дальше нужно строить гиллионов, рассуждает наш 6к ммрный террин. Все вроде бы логично, все вроде бы абсолютно резонно. Скан, вот это было интересно. Давайте-ка посмотрим еще раз на этот скан. Очень внимательно посмотрим. В замедленной съемке посмотрим. Викинг летит. Так. Заказывается Рэйвен и скан. Так, что здесь? В Фэкторе на реакторе барак и строится какое-то здание. Что это за здание такое вот там справа? А это у нас инженерка. Да, ничего интересного. Старпорта здесь нет. Очень жаль. Видели? Видели? Там такое было интересное здание слева внизу. Но вот наш уважаемый баркод, по-моему, на это здание не обратил внимания. Ну и черт с ним. Да, действительно, кому это здание интересно. Мелочь жизни какая-то. Господи. Ждем Баншу. Ждем Баншу. Рассуждает баркод. И действительно, наиболее вероятно, что сейчас появится именно Банша. Где-то у него на мейне или на натурале. Поэтому вот такую позицию занял Викинг. Оп. Что это было? Что это за юнит? Батлкрузер оперейшнл. Вот что это за юнит, господа. Батлкрузер. На тайминге 4.55. Что такое? Что у нас есть из Энтиэйра? Три Марика. И один Викинг. Ну и Рейвен заодно. Вот и весь Энтиэйр. Который есть к этому времени у терна, играющего в стандартный билд. Это уже выигранная игра. 7 Гиллионов, 3 Рипера, 1 Батлкрузер против Викинга, Рейвена и Гиллиона. Это уже победа. Все. 6К ММР и прочие прохладные истории. Это все неинтересно. Это все уже не играет никакой роли. Собственно, давайте понаблюдаем за тем, как же выйти в Батлкрузера по столь интересному таймингу. Как же сделать этот раш Батлкрузером с одной базы, чтобы нигде не ошибиться, чтобы у вас были хорошие тайминги, чтобы соперник был абсолютно не готов. В этом варианте исполнения для матча по ТВЗ я покажу вам не просто Батлкрузер Раш, а игру через Батлкрузера, при которой вы также сможете получить не Гиллионов, а Хеллбатов. В случае матча по ТВЗ это действительно куда более полезно, если в ТВТ вы можете смело приезжать одними Гиллионами и именно носить сопернику огромный ущерб. Чтобы ими выводить соперника из себя и быстренько уничтожать ему рабочих, пока Терен думает, как же ему справиться с крейсером, против которого у него нет совершенно никакого антиэра, кроме максимума одного-двух викингов, которыми этого крейсера нужно будет койти до потери сознания. Так вот, пока все это будет происходить, действительно, в Гиллионами в матча по ТВТ нарежьте огромное количество рабочих, но в матча по ТВЗ все немного по-другому. Особенно, если Зерк разведает, что вы играете с одной базой, все-таки, как правило, Зерк сможет подготовиться достаточно хорошо, поэтому действительно лучше атаковать именно Хеллбатами по земле. Ваш билдордер, газ до барака. Второй газ, чем быстрее, тем лучше. По готовности Фэктори сразу Старпорт. Барак перелетает на Техлабу. Как только готов Старпорт, вы закладываете Фьюжн Корр, здание для Батлкрузеров, и заказываете Викинга. Викинг нужен, во-первых, для того, чтобы блокировать разведку соперника и уничтожить оверлордов, которые обязательно будут прилетать к вам. Ну и, во-вторых, для того, чтобы впоследствии помочь в лобовом сражении, потому что Викинг это чертовски полезный во всех смыслах юнит. Здесь, что дает уничтожение этих оверлордов? Даже если у оверлордов доделывается апгрейд на скорость перемещения, и они там что-то где-то как-то разведывают, вы все равно отправляете соперника довольно быстро в сапплай-блок. В сапплай-блок весьма и весьма чувствительный. Видите, сначала было 36 сапплай-блок, у Зерда потом 44. Это все замедляет развитие соперника и позволяет вам немного успешнее реализовать эту очень опасную тайминговую атаку. Да, безусловно, Зерк что-то понял, наверняка он ждет баньши, делается огромное количество королев, лейер для того, чтобы там в случае чего построить оверсиров в споровые колонии. Ну а у нас в это время делается армори, батлкрузер телепортируется, и на тайминге 5.00, который должен быть вашим ориентиром, гелионы трансформируются в хеллбатов уже на крипе у Зерга, здесь же находится викинг, здесь же находится сам крейсер, и вся эта машина идет вперед. Какова задача хеллбата и викингов? Прежде всего помочь в расстреле королев, главных врагов батлкрузера в этой ситуации. Ну и по возможности можно также продамажить споровые колонии. После того, как хеллбаты с викингами сумели ликвидировать большую часть королев, батлкрузер просто спокойно расстреливает спорки. Хеллбаты, опять же, по мере сил, желания, возможности и всего остального ему в этом помогают. Ну и рано или поздно, безусловно, ваш соперник останется без споровых колоний, а ваш батлкрузер останется на красных хитпоинтах. Что нужно сделать в этот момент? Правильно, просто телепортироваться, просто уйти. В это же время у вас дома появляется второй батлкрузер. Да, да, вслед за первым сразу заказывается второй, а вслед за вторым сразу заказывается третий. Именно так этот пуш и работает. Вы подводите достаточное количество рабов для того, чтобы вычинить крейсеров. И дальше уже с двумя крейсерами, а потом и третий подоспеет и ведете во вторую волну атаки, которой зерг просто не мог успеть нормально подготовиться, учитывая огромные потери по королевам и по споровым колониям, которые были понесены во время первой атаки. Телепортация уже третьего батлкрузера на тайминге в районе 7.30. После этого зергу не останется уже абсолютно ничего, кроме как капитулировать, если к этому времени он не успел выйти, ну, я не знаю, большое количество гидролистов или караптеров, ну, или еще чего-нибудь такого, что убьет ваших батлов. Хотя при столь серьезном давлении от начала до конца игры это будет крайне сложно сделать. И снова GG. GG. Что же будет, если зерг успеет выйти в гидролистов? Это интересный вопрос, давайте посмотрим, какие варианты есть у зерга в этом случае. Вот сейчас вы видите другую игру с похожим батлкрузер рашем, где зерг принял совсем иное решение. Вместо того, чтобы оставаться роучами дома, он пошел ими в контратаку, а дома поставил гидролист Дэн. Надеюсь, успеть выйти в гидру. Посмотрите, что происходит с контратакой. Хеллбаты при помощи рабочих и при помощи батлкрузера, который вылетел уже, будучи вторым по счету из тропорта, медленно, но верно с этой контратакой справляются. В это время дома у зерга происходит абсолютный беспредел. Зерг постоянно теряет оверлордов, постоянно теряет рабочих и пытается найти какие-то способы. И дома построить достаточное количество гидры и в контратаке преуспеть. Зачем-то, видимо, на случай размена, на случай ситуации с элиминейтами сюда поехали даже дроны. Но никакого элиминейта не будет, потому что в это время один единственный батлкрузер абсолютно спокойно выигрывает сражение у двух гидролистов и двух королев, не потеряв ни одного хитпоинта, просто благодаря тому, что его активно поддерживали все это время рабочие. И даже если у вас закончатся минералы на вычинку, паниковать не стоит, потому что зергу все равно необычайно сложно набрать достаточное количество войск в столь непростой ситуации, когда по его главной базе летает крейсер, где-то рядом еще бушует викинг. Даже несмотря на то, что контратака оказалась весьма и весьма успешной, есть одна очень большая проблема у зергов в мире Старкрафта, и не только второго, кстати. Зерги, в отличие от терминов, не перелетают. Поэтому даже если вы дома потеряли абсолютно все, крейсеры просто обязаны довести игру до победы. GG! Что ж, дамы и господа, на этом и заканчивается наша подборка безумных стратегий StarCraft 2 Legacy of the World в патче 3.8.0. Блинкайтесь дарками, ползайте инфестрами, смело бросайте микозы и невральные паразиты из-под земли. Ну и, конечно же, играйте Battlecruiser Russia с одной базы. Благословляю вас! За всем откланиваюсь, это был Alex007. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на группу ВКонтакте, vk.com.slashkorea20, на Twitter, где вы можете узнать своевременно об анонсах наших трансляций. И обязательно услышимся в новых видео и встретимся на поле боя StarCraft 2 Legacy of the World. До новых встреч, всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok